МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости дня в студии Данил Добрин. Здравствуйте! Корреспонденты ОРТ готовы рассказать о самых заметных событиях города и области. И вначале коротко некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожароопасные выходные в регионе. Сотрудники МЧС тушили возгорание в ангаре, жилой квартире и на дворных постройках. Многоэтажный дом на Кольцевой требует капитального ремонта. Почему жильцы не могут добиться необходимых работ? Неравенство зарплат в России снизилось втрое. Самые низкие и высокие доходы анализируют эксперты. Поражение от Балтики. Футбольный клуб «Оренбург» проиграл в очередном матче российской премьер-лиги в Калининграде. Дожди и понижение температуры. Прогноз на предстоящую рабочую неделю от Оренбургского гидромедцентра. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выходные в Оренбурге отметились чередой серьезных пожаров. На тушение огня сотрудники МЧС только за последние сутки привлекались 15 раз. В воскресенье в Оренбурге горели склады и офисные помещения на путепроводной. Огонь охватил двухэтажное административное здание и ангар на площади в 2100 квадратных метров. К тушению пожара привлекалось 40 бойцов МЧС и 14 единиц специальной техники. К полуночи открытое горение было ликвидировано. В половине второго часа пожарные доложили о полной ликвидации возгорания. Погибших и пострадавших нет. Владельцы строения подсчитывают ущерб. Пожарная лаборатория устанавливает причину возгорания. А вот причина пожара в квартире дома по проспекту Братьев-Крыстылевых уже установлена. Неосторожность при курении. Из окутанного дымом жилища огнеборца эвакуировали 6 человек, в том числе одного ребенка. Хозяин квартиры с отравлением угарным газом госпитализирован. Детская шалость с огнем стала причиной гибели двух коров в Шерлыке. Огонь уничтожил сарай и 120 тюков сена. Стихия бушевала на площади 60 квадратных метров. В полицию с заявлением об уничтожении имущества обратился 57-летний местный житель. Родителям юного поджигателя, вероятно, предстоит компенсировать убытки потерпевшему соседу. Мы продолжаем. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер оценил работу Орского мясокомбината. Не так давно предприятие вышло из банкротства. О том, на что еще глава региона обратил внимание в ходе поездки на восток Оренбуржья, смотрите прямо сейчас. В 2018-2019 годах Орский мясокомбинат вышел из стадии банкротства и сегодня набирает обороты. Губернатор Оренбургской области оценивает производство. Сейчас на предприятии несколько цехов, которые обновляются. Часть оборудования в процессе пуска наладочных работ. Сотрудники в приподнятом настроении. Ставим банки запаса, мясо порционное подаем, готово. Там закладывают банку продукцию. В 2021-м запустили линию по производству паштетов. Мощность 4 миллиона единиц в год. Всего сегодня Орский мясокомбинат выпускает более 40 наименований мясных консервов. Больше 80 видов полуфабрикатов. Денис Паслер вспоминает, как в детстве у родителей были запасы Орской тушенки. Ее всегда ели с удовольствием. Радует, что комбинат развивается. Мы видим оборудование, сколько посмотрели с вами, о том, которое еще в процессе пусто наладки. Это тоже очень важно. Это и производительность труда, это, конечно же, и качество, это и работа на себестоимость. А самое главное – это будущее. Потому что хорошая производительность труда и себестоимость дает возможность в будущем предприятии быть конкурентоспособным. В этом году комбинат выпустил на 10% больше продукции, чем в прошлом. Несмотря на результаты и новшества, добавляет губернатор, есть куда расти. Для дальнейшего развития предпринимают необходимые меры. Будут менять региональные нормативные акты касательно поддержки мясокомбината. Даны поручения, чтобы фонд промышленников поддерживал и пищевые предприятия. Денис Паслер оценивает работу на Гагаринском путепроводе. Там укладывают новый асфальт. Мера временная, до капитального ремонта. Пока сделана одна из полос. К работе приступили с опозданием, но в ближайшее время должны завершить начатое. Также глава региона оценил и укладку плитки на межрельсовое пространство трамвайных путей. То же самое, конечно, затянули, но хорошо, что приступили. Я думаю, что в чем-то, что контракт заключен, подрядчик отобран, материалы есть. Ну, что-то в этом году делать, что-то в другом делать, когда это нужно. Потому что это не делалось уже 20 или более лет. И, конечно, это приберет, скажем так, город в определенном смысле. Будет поуютнее. Напомним, сделать в кратчайшие сроки покрытие, а также ускорить укладку плитки, губернатор требовал 22 сентября на совещании в администрации Орска. Итония Анатольевна, учитель технологии школы номер 53. И, конечно, губернатор поздравляет орских учителей с их профессиональным праздником. Почетную грамоту Министерства просвещения Российской Федерации получает Ирина Ерошкина, преподаватель ОБЖ. Для меня самое главное, чтобы ученик мой был хорошим человеком. Я с огромной любовью к ним отношусь и всегда с большим вниманием. Поэтому, наверное, в большей степени для меня, чтобы каждый ребенок улыбался. Я начинаю каждый урок с улыбкой. В этот день губернатор вручил лучшим педагогам знаки отличник просвещения, почетный работник образования, благодарственные письма. Поблагодарил каждого за труд и внимательное отношение к ученикам. Елена Еремина, Семен Воробьев. Новости дня. Коммунальщики завершают капитальный ремонт систем водоснабжения в Оренбурге. Так, в Кувандыке проект модернизации коммунальной инфраструктуры реализован с использованием средств Фонда национального благосостояния. Отремонтированы напорные водопроводы Сакмарского водозабора, который является основным источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения города. Он введен в эксплуатацию в 1960 году. Износ основных участков составлял более 75%. Это было причиной многочисленных утечек, частых аварийных отключений водоснабжения и низкой энергоэффективности. Возникали дополнительные затраты на восстановление дорожной инфраструктуры и благоустройство после ликвидации аварий. Продолжаем направлять средства Фонда национального благосостояния на улучшение качества жизни оренбуржцев. В 2023 году реализуем проекты в сфере ЖКХ в нескольких городах. Провели капитальный ремонт системы водоснабжения в Кувандыкском городском округе. Продолжаем реконструкцию 32 километров сетей водоснабжения и теплоснабжения в Оренбурге. Капитальный ремонт 5 километров сетей в Новотроицке. Завершаем обновление котельной в Бузулуке. В результате качество коммунальных услуг улучшится почти для 600 тысяч жителей региона. Всего по итогам двухлетней программы, рассчитанной на 2022-2023 годы, в Оренбургской области будет реализовано 24 проекта на сумму более 2 миллиардов рублей. Дом рушится на глазах и обслуживать его никто не берется. В редакцию телеканала ОРТ обратились жители дома номер 13 с улицы Кольцевой областного центра. Их беспокоит аварийное состояние дома, в котором они проживают. Правда, экспертизу еще никто не проводил. И ремонта в ближайшее время не предвидится. Люди пишут письма с просьбой решить проблему в управляющую компанию «Маяк». Однако ответов не получают. Намеревались даже поменять компанию и провели общее собрание. Но оказалось, что желающих обслуживать найти не могут. Обращались за помощью в ГЖИ. Но желающих брать ответственность за этот дом пока не нашлось. Мы уже съездили в Содидание. Говорим, почему вы нас не берете? У нас решения были собраны. У нас кворум, все. Они нам говорят, вот, пожалуйста, у Камаяк не получают письма. Мы уже третий раз приезжаем в ГЖИ, чтобы нам дали ответ. Почему мы, собственники, выбрали другую компанию Содидание. Мы приехали в эту компанию. Посмотрели, как эта компания работает. В доме нужно установить счетчики учета потребления ресурсов, починить неисправную канализацию, да и вообще капитальный ремонт необходим всему зданию. Жить в таких условиях становится невыносимо. Есть ли выход из сложившейся ситуации и к кому обращаться? Тему продолжим в наших следующих выпусках. Сейчас ненадолго прервемся. И вот о чем расскажем далее в программе. Не переключайтесь. Неравенство зарплат в России снизилось втрое. Самые низкие и высокие доходы анализируют эксперты. Поражение от Балтики. Футбольный клуб «Оренбург» проиграл в очередном матче российской премьер-лиги в Калининграде. Дожди и понижение температуры. Прогноз на предстоящую рабочую неделю от Оренбургского гидромедцентра. Это новости дня. Мы продолжаем. Неравенство зарплат в России за последние 20 лет снизилось втрое. Разница в уровнях дохода между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми сотрудниками в стране снизилась до 13 раз. Об этом с ссылкой на экспертов НИИ труда сообщает «Известия». В расчетах сравнивали доходы работников с наибольшим и наименьшим заработком. В этом году разрыв между зарплатами оказался почти в три раза меньше, чем в 2001 году. Тогда он достигал 40 раз. Сокращению неравенства, по мнению аналитиков, способствует ускоренный рост доходов наименее оплачиваемых сотрудников, индексациям РОД, а также обеление рынка труда. Самый значительный рост зарплат наблюдается у представителей квалифицированных рабочих профессий, которые сейчас наиболее востребованы на рынке труда. И напомним, с 1 января 2024 года размер минимальной оплаты труда вырастет на 18,5% до 19242 рублей. Это отразится на доходах почти 5 миллионов работающих россиян. И теперь к ситуации на валютном рынке. Актуальные данные Центробанка сейчас на вашем экране. К другим темам. Когда и кто отремонтирует дворовой проезд на улице Новой? Жители многоэтажных домов жалуются на разбитую дорогу. Трудно идти пешком и ехать на машинах. Обращения в инстанции результатов не дают. Различные организации ответственность перекладывают друг на друга. Ситуацией разбиралась Айнура Алиева. Многочисленные ямы на дороге. Жители домов призывают срочно решить этот вопрос. Но кому обращаться, уже не понимают. Везде получают отрицательный ответ. Дорога требует капитального ремонта. Люди сами, как могут, пытаются исправить положение. То кирпичами закладывают дорожные ямы, то гравием засыпают. Там образовалась яма, там не то что это, там метр два. То ли это как колодец, то ли что. Кто-то из 25-го дома, мужчины, привезли большой баллон, туда этот баллон запихали. Автолюбители тоже жалуются. После езды по такой полосе препятствия приходится отправляться на ремонт в автосервис. Поврежденным колесам нет числа. Ошмарные дороги. Ужасные просто. Сколько лет уже ездим, и постоянно вот такая вот ерунда. Надо делать, как-то засыпать все. Уже и так разбитым дорогам ущерб наносят мусоровозы и грузовики, которые везут воду. Дороги, конечно, ремонтируют, но не везде. Например, здесь огромная яма. Измеряем ее длину. 190 сантиметров. При этом жители самостоятельно уже ее засыпали. Филатов Иван уже несколько лет живет в этом доме. Решил разобраться в ситуации. Написал в администрацию. В ответе сказано, что данный участок относится к дворовой территории. Поэтому обращаться нужно в управляющую компанию. Вместе мы отправились туда. Он не является внутри дворовой. Он не является внутри дворовой. Занимаются ремонтом дорог. Это администрация города, управление дорожного хозяйства. Это их ответственность, не наша. Иван позвонил в администрацию. Ответ прежний. Мы прошли в управляющую компанию. Они утверждают, что этот участок является не внутри дворовой территории. Если бы он являлся... Пусть ответ тогда на наш адрес, если они в рамках чего. У нас 95-е постановление, в котором мы работаем. В этом 95-е постановление, поэтому мы не можем использовать бюджетные деньги. Дворовые проезды, дороги, за которые никто не хочет брать ответственность, отмечают юристы. И улица Новая не исключение. Здесь определенным образом сформирован земельный участок. То есть он вдоль границ дома. Соответственно, товарищ собственник жилья, товарищ собственник жилья и, соответственно, земельный участок, прилегаемый территорий, за это они несут ответственность. О которой земля не входит, за это уже несет ответственность город. С учетом этого, редакция отправляет запрос в администрацию города. Ждем конструктивного ответа. Айнура Алиева, Игорь Бероев, Дмитрий. Картус. Новости дня. В селе Архангеловка Оренбургской области открылась картинная галерея. В экспозиции работы участников международного пленера имени Лукьяна Попова. На мероприятие побывали наши корреспонденты. Село Архангеловка – родина оренбургского художника, живописца, члена Товарищества передвижных художественных выставок Лукьяна Попова. К 150-летию со дня его рождения в местной школе открылась картинная галерея его имени. Первыми картинами стали работы участников международного пленера, который стартовал в Оренбурге 1 октября. Каждый художник подарил галереи одну из своих картин. У нас изначально была идея, что вот в 150-летие со дня рождения нашего великого земляка, все-таки при школе, сделать, организовать вот такую картинную галерею, где бы молодое поколение все-таки помнило о наших истоках, помнило о том, что есть у нас художники, которые работают в этой классической манере. На этом месте раньше стояла Михайло-Архангельская церковь. В ней крестили Лукьяна Попова. Сейчас здесь стоит поклонный крест. Школьники села вместе с педагогами надеются, что это место станет популярным среди достопримечательностей области. Организован экскурсионный маршрут, по которому ежегодно проезжают студенты, учащиеся школ города Оренбурга, Оренбургского района. Посещают эти памятные места. Организован маршрут села Репина, села Стрюково, села Архангеловка. Директор школы делится. В планах добавить в маршрут посещение картины галереи. Теперь Архангеловка не только место, где родился выдающийся художник. Картины Лукьяна Попова представлены в основной экспозиции Областного музея изобразительных искусств, Третьяковской галереи Государственного русского музея в Санкт-Петербурге. Анна Овсяникова, Виктор Горшенёв. Новости дня. О спорте. Досадное поражение Оренбурга. В очередном туре Российской премьер-лиги наши футболисты минимально уступили в Калининграде. До сих пор Балтика была одним из самых удобных для нас соперников. В этом чемпионате калининградцы зарекомендовали себя предельно дисциплинированной, рабочей командой. Забивают немного, но и пропускают мало. В середине первого тайма моряки подловили оренбуржцев на несогласованности. Адамов, скидывая мяч вратарю, ошибся. Тут как тут оказался Гидеон Гузина и наказал гостей. Боснец продолжал поджидать оплошность и чуть было не воспользовался промашкой Гойковича. Угрозу нейтрализовал Сысуев. И это были все опасные моменты хозяев. У меня очень болит такое поражение, потому что соперник ничего не сделал. Чего честно, не сделали. Играли над линией мяча, на подбор мяча. Такие игры нельзя проигрывать. После перерыва хозяева сосредоточились исключительно на оборонительных действиях. И об атаках даже не помышляли. Всего оренбуржца нанесли 12 ударов поворотом, а балтийцы только 4. Однако их КПД оказался выше. Но что поставили автобус, так это не запрещено. Тяжело скрывать оборону нашу в сегодняшней игре коротким и средним передачам. Поэтому понятно, что соперник форсировал атаки длинными передачами. Я считаю, что мы оказались готовы к этому. Балтийцы использовали свой шанс. Сыграли строго по счету, забрали 3 очка и вплотную приблизились к Оренбургу в таблице. Против Оренбурга всегда это было сложно. Бились до последней минуты, вспомню, и в ФНЛ, но и сейчас так же было. Но сегодняшний день это наш день и просто выиграли. Сейчас в чемпионате наступила пауза, связанная с играми национальных сборных. Оренбург возобновит турнир 21 октября домашним матчем с факелом. Анатолий Юденич, Анатолий Филатов. Новости дня. И теперь о погоде в нашем регионе. В Оренбурге прошли дожди и заметно похолодало. За минувшие сутки выпало 15 миллиметров осадков, что составляет 45% от нормы, сообщает в Оренбургском гидрометцентре. После теплых до плюс 24 градусов на прошлой неделе характер погоды в регионе меняется. Температура берет курс на понижение. Во вторник днем до плюс 8 градусов. В некоторых районах области ожидается небольшой дождь. Ветер западный и юго-западный. Порывы до 6 метров в секунду. Температуры ночью от плюс 1 до плюс 4. В среду без изменений. В четверг переменная облачность. Днем столбики термометров поднимутся до 12 градусов, а ночью опустятся до плюс 3. В пятницу будет ветрено. Порывы будут достигать 14 метров в секунду. Ночью возможен небольшой дождь. На выходных погода будет ясной, без осадков. В некоторых районах до 14 тепла. Ветер юго-западный. До 10 метров в секунду. Погодные условия соответствуют климатической норме. Вместе с наступившими холодами напомнили о себе и их постоянные спутники. Грипп и ОРВИ. Коронавирус теперь тоже называют сезонным заболеванием. Уже зарегистрировано более 16 тысяч случаев за неделю. Однако серьезный подъем эпидемиологии ожидают к ноябрю. Как укрепить иммунитет, знают специалист Центра медпрофилактики Ирина Милюкова. Далее рубрика «Две минуты о здоровье». Иммунитет – это способность организма защищаться от негативных внешних воздействий, в том числе и микроорганизмов. Снижение иммунитета повышает риск возникновения вирусных, онкологических заболеваний, обострения хронических болезней. Очень важно предпринимать определенные меры для укрепления и повышения иммунитета. В наше время для того, чтобы преуспеть, приходится много и напряженно трудиться, часто забывая об отдыхе. Наступает усталость, появляется раздражительность, обостряются хронические заболевания и учащаются простудные. Не забывайте об этом и старайтесь не перегружать свой организм. Не ставьте перед собой глобальные задачи, помните о том, что отдыхать все-таки нужно. Очень хороший способ повысить свой иммунитет – это закаливание. Даже в зимнее время почаще проветривайте комнату, старайтесь не кутаться, обтирайтесь прохладной водой или примите контрастный душ. Еще один очень простой и эффективный способ повысить и укрепить свой иммунитет – это полноценное питание. Старайтесь, чтобы в вашем рационе обязательно была рыба, овощи, зелень, фрукты, орехи и растительное масло. Это достаточно просто и доступно сделать всем. Еще древние говорили о том, что движение – это жизнь. Бывайте больше на свежем воздухе, двигайтесь, займитесь физкультурой, чаще ходите босиком. На стопах большое количество рефлексогенных зон, мягкий массаж, который позволяет положительно воздействовать на многие органы и системы. Как видите, ничего сложного в укреплении и повышении иммунитета нет. Действуйте и удачи вам! На этом пока все. Напоминаю еще больше информации на нашем сайте урттв.ру. Также присоединяйтесь к группам телеканалов в социальных сетях. Если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, или ваша ситуация требует огласки, пишите и звоните нам в редакцию по номеру телефона 8-987-852-6011. Ну а я с вами прощаюсь. Всего вам доброго! И до встречи в эфире!